Вот мы вчера только купались, а сегодня вот у нас все батюньки вот так зялька, зялька, вот он прибежал с улицы и лег в лужу прям. Да, Микуль? А? Вчера ведь только купал, ну это что это, а? Смотрите, что там прям. Ой, ну какой ужас, ну какой ужас. Зялька наша маленькая, зялька. Пекинечку зялька. Вот так зялька. Вот так, говорят, лазимся и все. Че хочешь, то и делай. Всем привет. Я ходила на почту с вами посылочками сегодня и принесла, значит, свои посылочки. Сейчас хочу похвалиться. Вот у меня в этой вот такой посылке. Я выписываю на сайте рукоделия, выписываю нитки. Вот эти ниточки я, значит, выписала по два моточка разного цвета. Я хочу связать уги. Это Нако. В общем, одна девушка досмотрела на сайте, одна девушка, в общем, рекомендовала вот для уг, чтобы вязать уги, вот такие нитки. Вот. И, в общем, она говорит, что они не сваливаются. Вот. И, в общем, я, в общем, выписала по два моточка разных, в общем, цветов. Вот тот желтый такой вот, это оливковый, наверное. Я не знаю, ну, это вот такой вот зелененький, синий выписала. В общем, все по два моточка, у Диарчи, Арчи помогает. И голубой, в общем, вот синий, голубой, такой вот зеленоватый, вот желтый. И вот, не знаю, это оливковый, наверное. В общем, вот такие вот цвета мне пришли. В общем, я этими ниточками буду вязать крючком. Вот, в общем, ниточки все хорошие, красивые, все целые. Вот. Ну, в общем, я очень рада. Вот. Теперь можно вязать. Я хотела вязать крючком уги. Ну, или там тапочки. Посмотрю, что получится. Еще я хочу похвалиться. В общем, я выписала на сайте Алиэкспресс вот такую брошку. Вот. И вот, смотрите, такая симпатичная. Вот. Как ее показать, чтобы видно было. Ну, в общем, мне очень-очень она понравилась. В общем, так добротно сделана, качественно, гладко. Нету никаких ни шероховатостей, ничего. Два совенка. Здесь вот камушки. И здесь зелененькие камушки. Ну, в общем, вот. Это... Вот. В общем, это брошка такая. В общем, она мне понравилась. Я уже не помню, сколько она стоит. В общем, вот прислали мне вот такую брошку. Очень красивая, мне нравится. Вот. Добротно очень сделана. Я почему-то, когда на картинке смотрела, я думала, что... Ну, вот бывает, приходят кольца. И у них вот такие какие-то вот изъяны такие вот. А здесь нет. Все такое гладенькое. Все такое вот очень так добротно сделано, качественно. Ну, в общем, ну, очень красивая брошь. Мне понравилась. Еще мне пришли книги. Я, значит, выписываю книги. Я состою, значит, в клубе семейного досуга. Вот. И, в общем, книги я выписываю там, всегда покупаю. И вот у них, значит, как там... Ты должен... Ну, выписываешь ты книги или не выписываешь, в общем, у них. Ты должен, значит, каждый, как, в квартал, в общем, если ты не будешь выписывать книги, тебе будут присылать свои книги. Ну, какие им нравятся. И, в общем, чтобы вот такого не было, мы выписываем серии книг. Вот мы сейчас выписали очередную серию книг. Значит, здоровое питание. Вот здесь, значит, вот пришли нам две книжки. Это книжка «Здоровый завтрак для занятых». Аппетитные горячие сэндвичи, хрустящие тосты, воздушные омлеты, полезные питательные каши. Книжечка маленькая, тоненькая. Ну, здесь вот достаточно так вот и картинки есть. Ну, вот, и, в общем, описание. Сладко-сырковая масса. Йогуртово-огуречный напиток. Вот тут запеченая овсянка с ягодами. В общем, если вы зайдете на сайт, вот этот клуб семейного досуга, там, значит, вот этих книг, которые вот в этой серии, в одной серии, там по 12 книг, там нет. Они только у них в каталоге. Вот когда они присылают каталог, вот тогда там, значит, в этом каталоге стоят серии книг. В общем, у нас уже вот это, мы выписываем четвертую серию. В общем, нам каждый квартал присылают по две книжки. Вот, в общем, а это быстрые домашние десерты. Вот, воздушные, бисквитные. В общем, тут французские тосты, вишневые, чизкек. Че, мешаешь им кушать, да, Арчи? Че, мешаешь им, да, мешаешь, мешаешь. А я снимаю. Не шай, Арчи пришел, Арчи. Сейчас иду. Вот, я снимала. Всем доброго вечера. Я, значит, хочу немножко снять, что я начала вязать, что я продолжила вязать свои вязалки. И вообще хочу, наверное, сделать еще один канал, где я там вяжу, шью, чтобы это было отдельно. Потому что не всем интересно. Потому что я вот тоже захожу на каналы, где люди вяжут, шьют. И, в общем, шью я. Мы в основном шьем по журналу Бота. Я его выписывала как-то на почте. И мне присылали домой эти журналы. А потом мы в магазине покупали. В общем, мне очень нравится шить по этому журналу. Потому что очень, это, по размеру он прям, ну, точно выходит. Выкройки точные. Вот. И, в общем, по мере возможности мы вот шьем, в общем, по этому журналу. А сейчас я хочу похвалиться своими вязалками. Вот. В общем, вот эти ниточки, что мне, значит, прислали, я уже начала из них вязать. Я, значит, попробовала, вот, связала крючком. Я хотела вязать уги. Вот. Я попробовала, вот, значит, вот этот квадрат бабушкин. Сейчас, правда, темно, здесь свет плохой, лампочка плохая. Ну, не знаю, как получится, в общем. Я вот связала, постирала. Потому что надо было проверить, красит или нет. Ниточка не красит. Даже немножко, вот, пушок дала. Вот. В общем, вот, в общем. Ну, вязать в одну нитку, нитки тоненькие. Вязать в одну ниточку я, значит, не стала. В общем, я попробовала, постирала, посмотрела. Если я буду вязать уги, то только в две ниточки. Вот. А сейчас я, значит, из этих ниток начала вязать гольфы. Вот. В общем. Так, рисунок я так вот смотрю, захожу на фотографии там у девочек. И так, просто, просто так набираю и вяжу. Нет, без схемы, без ничего. В общем, вот так вот я вяжу. Вот. И, в общем. Вот, и, в общем, вот такие у меня получились гольфики. Ну, в общем, вот такие вот у меня получаются гольфики. В общем, что в результате получится, посмотрим. Вот. В общем, у меня до колен будут гольфики. Дома, чтобы дома ходить. Да, дома я их вяжу, чтобы были тёпленькие. Вот. Теперь, значит, я начала вязать шаль. У меня там, значит, махер. Нитки мы выписывали, и вот махер лежал. Я пыталась шафик там начинать вязать, потом ещё что-то без рукавочку. И, в общем, и решила я связать шаль. Вот такая вот у меня получается шалька. Вот. Даже не знаю, вот как. Уже большая. Ну, вот так вот я вот. Это надо связать здесь 40 вот таких вот рядов. Вот. А потом, значит, по низу, вот. Она такая пушистенькая, мягкая. Вот. А по низу будут идти узоры. Вот. В общем, я поставлю ссылочку. В общем, если кто-то тоже захочет. Очень вязать просто. Только узоры не знаю. Объясняется там не на русском языке. Поэтому я просто смотрела, как она вяжет и вязала. Вот. В общем, вот когда я свяжу полностью вот этот уголок, и уже потом внизу здесь будут идти уже узоры. Узор будет идти. Красивый узор. Ну, в общем, не знаю, что у меня получится. В общем, вот я начала. Вяжу я ниточка тоненькая. Вяжу я крючком номер 4. Крючки я тоже выписывала на Алиэкспресс. Очень удобные. Вот. Также на Алиэкспресс я выписывала вот такие ножнички. Вот. И, в общем, ими очень удобно отрезать ниточки. Теперь, значит, что я хотела показать. Я, значит, вот, как пальто, кардиган. Ну, это, конечно, не кофта, потому что она очень длинная. Она у меня будет ниже колен. Вот. В общем, я начала вязать уже правую полочку. Левую полочку я связала. Вот. Сейчас запуталась тут все. Надо было... Вот. В общем, мне осталось немножко. Потом я, значит, постираю, высушу. Вот дырочки для пуговиц я сделала. Вот пуговички у меня уже есть. Вот. В общем, вот у меня левая полочка получается. Нет, это правая полочка. Вот. Левую полочку я уже связала. Вот это у меня левая полочка. Спинка вот готовая лежит у меня. Я ее не буду разворачивать. Вот. Я просто покажу, что я связала уже полочки. Немножко мне осталось довязать правую полочку, а левая полочка вот. Вот такая длина. Я ее еще не стирала. Вот. Я хочу, значит, когда уже свяжу правую полочку. Вот здесь я набирала на спицы. Спицы я тоже выписывала на Алиэкспресс. Вот. С одной стороны, ими вязать не очень удобно, потому что они не скользят. Они все время вот здесь вот так. Ну, удобно чем? Эти петли не спадывают. Если же на железных петлях, когда вяжешь, на железных спицах, когда вяжешь, петли при время могут нечаянно скатиться вниз. И, в общем, приходится снова их, это, там, набирать, все, в общем, делать. Они вот этим удобны. То, что спицы, хоть даже вот она будет, это, петли, даже если вы видите, с краю будут петли, они, это, не падают, не уходят. Она очень тут держит крепко, в общем, они не соскальзывают со спицы. Ну, в общем, вот так вот я хотел похвалиться. Кофты мне, это не кофты, это у меня, ну, кардиган, пальто, как угодно. Вот, и, в общем, потом, значит, я постираю, и мне останется, я, что хочу, я, значит, когда постираю, высушу, я сошью вот здесь швы плечевые. И потом только я буду мерить, сколько мне нужно вязать рукав, потому что вот этот шов, он будет сползать на руку, потому что плечо-то оно маленькое, вот так где-то будет плечо, а это все будет уйти на руку. Ну, и, в общем, я хочу это одеть, померить и просто сантиметром померить, сколько надо рукав сантиметров вязать. Ну, такая у меня ровная вязочка. Кое-где, вот здесь, правда, есть погрешности. Вот у меня получились так достаточно ровно везде, но вот здесь вот у меня вот, смотрите, такие получились почему-то дырочки. А вот с этой стороны не очень-то и видно с изнанки. А здесь, ну, вот, вот так вот я хотела похвалиться. У нас сейчас поздно, сколько времени? Время без пятнадцати десять. Вот, снимаю я вечером, потому что днем было некогда. Я сегодня делала, опять жарила эти чебуреки, сын попросил. Вот, и, в общем, вот, ну, вот так вот все мои вязалочки потихонечку начала вязать. И так хочется всего и того, и того, и того. И, в общем, и не знаешь, за что браться, за что хвататься. Вот, ну, в общем, вот так вот. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Кубасу пониже опусти. Мы всегда поддерживаем друг друга. А здоровье сердца и сосудов помогает поддерживать кардиомагнил. Сердце не место для экспериментов. Кардиомагнил вот уже 15 лет на страже здоровья вас и ваших близких. Кардиомагнил дает вам время. Что-что, батарейка сядет нескоро. В новом смартфоне ЗТП А6 лайк. Всего за 6. 1990 рублей в салон отбивает. О, мой я ее, королевка. Просто удобно петля. И если перхоть вас преследует... Туда и сюда поводи. Как вкусно пахнет колбаска. Наши котейки. Ну, хватит их дорожить уже. Доброе утро. Сегодня у нас здоровый завтрак. Угадайте, что? Наверное, прахали. А воды нет. У нас здоровый завтрак по-новому. С термостатом и йогуртом. Да нон. Полезный йогурт готовится просто. Молоко и живая закваска. Всего два ингредиента скваживаются прямо в кастрюле. С термостатом и йогуртом.